НИГДЕ И НИКОГДА НИОДИН НОРМАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ САМ ТОВАР НЕ ТАСКАЕТ Ну, Петь, ну зато вся прибыль в семью, семейный бизнес. Петь, ну я тоже директор и кассир, но я же не ною. Кассир? Тяжелая работа. Петь, ты видишь? Что, кого? Женщину. Вон ту женщину. Женщина, как женщина, и что теперь? Это моя мама. Ань, твоя мама умерла полгода назад. Ты в порядке? Это была моя мама, просто моложе. Ну, мало ли похожих людей. Не волнуйся ты так. Я не волнуюсь. Я говорю, это была моя мама. Ну, почему ты мне никогда не веришь? Я ее в последнее время очень часто вижу. Субтитры создавал DimaTorzok Полгода назад Анна похоронила мать, умершую от сердечного приступа. Но вскоре Анне стало казаться, что она видит ее на улице. Молодую и красивую. Мне бы с мамой связаться. Она умерла. Проходи. Мама не стала летом, а я ее вижу постоянно, каждую неделю. Я хотела спросить, что ей нужно. Присаживайся. Как звали вашу маму? Галина. Протяните мне руки. Галина. 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 У нее родинка на щеке. Да. Что вы хотели спросить у нее? А? Мама, почему я тебя постоянно вижу? Ну, молодую. Прошлое. Ошибка. Чьего прошлое? Какая ошибка? Это все. Она ушла. Спасибо. Поговорили. Это мамин шарф. Я его теперь ношу часто. В память о ней. Как понять то, что она сказала? Умершим сложно на связь выходить. Поэтому они немногословны. Мама ей при жизни не особо многое объясняла. Ну, такая решила и сделала. А то, что думает ее, не особо волновало. Я вчера это списала. Почему это здесь? Дочь спросите. Ну? Я хотела отдать многодетным. За моей спиной мой товар. Кому попало? Бесплатно раздавать. Так. Анна больше не мой заместитель. Петя. Ты директор магазина и мой зам. А ты, доченька, встань на кассу. Это все. Нет, конечно, для бизнеса нужен такой жесткий характер. Мама же все сама построила с нуля. Теперь мы с мужем этим всем владеем. Ну, вот, видишь, она тебе по-своему позаботилась. Из-за ее характера было очень тяжело общаться. Она меня одна же вырастила. Про папу я даже боялась заикнуться и спросить, где он. Жив ли он. А ты пыталась найти отца? Нет. Где его искать? Не знаю. Но, может быть, он поможет тебе понять, что хочет сказать тебе твоя мама. Анна хотела разыскать отца в соцсетях, но поиски не давали результата. Тогда она решила искать родственников со стороны матери. И вскоре она нашла свою двоюродную тетю. Вы с мамой не виделись с моего младенчества? Ну, выходит так. А когда-то дружили, не разлые вода были. Тамара-то, когда открывала магазин свой строителей, меня даже бухгалтером позвала. Говорила, роднее-то доверия больше. А сама через полгода уже коситься начала. Подозревать, привет. Это на нее похоже. Характер. У меня тоже характер. Включи отца я швырнула и дверью хлопнула. И с тех пор маму не видели? Нет. Тетя Том, а идите к нам, бухгалтерам. Нам опытный человек в компании очень нужен. Я в этих отчетах уже совсем зарылась, а муж бухгалтерию меня не особо понимает. Если только на полставки. Договорились. Хорошо. Я еще спросить хотела. А про отца ничего не знаете? Пустой человек. Выпивал без меры. Галю поколачивал. Тебя зачем? Хочу сказать, что мамы больше нет. Ладно. Дам адресок. Анна внезапно стала встречать на улице женщину, которая была удивительно похожа на ее покойную мать в молодости. Она обратилась к Надежде с просьбой связать ее с матерью. Мать Анны вышла на связь и сказала, прошлое и ошибка. Анна решила разыскать отца, про которого боялась спросить у матери при ее жизни. Поиски привели ее к двоюродной тетке Тамаре. Анна была так рада встрече, что предложила родственнице работу в своей семейной компании. Тамара согласилась дать адрес отца Анны. Не подскажете, я дом правильно нашла? Подожди, а это кто тебе в 42-й квартире нужен? Отец мой там живет. Николай Самойлов. Знаете такого? Анька? Доча? Ух ты! Папа? Ты красавица такая! В нашу породу пошла! Ты на Кирку совсем не похожа! Какую Кирку? Маму Галей звали! Да это твою сестренку-двойняшку Кирой звали! Ты что, не знаешь, что ли? Нет, мама почему-то про это ничего не рассказывала. Так, говори, как так получилось. А что, скажу, моя вина. Моя. Понимаешь, когда Галка узнала, что она двойню носит, она мне сказала, вот, либо водка, либо я с детьми, вот выбирай. Я подумал, она меня пугает. Но она вот из роддома такая. С тобой-то и вышла. Одна. И уехала. Как сестру найти? Кирку? Киру. Не знаю. Анна поняла, про какие ошибки прошлого говорила ее умершая мать. И решила разыскать сестру, чтобы все исправить. Последние несколько дней Анна ходила сама не своя. Вдруг узнать о том, что у тебя есть сестра, было невероятно. Найти ее никак не получалось. Анна ушла с головой в работу и продолжала думать о Кире. Кира? Моя сестра? Кира! Кира, стой! Угощайся. Бери бутерброд, чай. Пожалуйста, поешь. И рассказывай, рассказывай, как ты живешь. Вообще, про себя что-нибудь. Я в порядке. Закончила бухгалтерские курсы. С отличием, между прочим. У нас тетя Тома тоже бухгалтер. Расскажи, как так получилось, что мы с тобой на улице пересекались? Ну, увидеть хотела. Сестренка же. Надо было сразу подойти. Да, боялась просто, что ты как мама. Я ее нашла, а она... А она прогнала. Ну, типа я ее позор в прошлом, забыть хочет. Сестренка, я пойду? Нет, 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 я тебя не пущу. Мы же только встретились. Да у меня просто дела. Ну, мы же теперь чаще будем видеться. Правда? В любое время. Не слушай ты ее. Почему? Это ж моя сестра. Двойняшка. Галина тоже ее искала. И нашла. Только не обрадовалась потом. Тетя Тома, расскажите. Это все, что я знаю. Опять загадки. Галина. Галина. Она здесь. Спрашивайте. Мама. Почему ты Киру не забрала из роддома? Как ты могла назвать ее позором? Она же твоя дочь. Я все знаю. Почему ты ее не приняла, когда мы разбогатели? Почему ты мне и не сказала? Ваша мама говорит, моя вина. Опасность. Кира в опасности. Она ушла. Я недавно узнала, что у меня сестра есть. А сегодня мама сказала слово «опасность». Вот как с этим разобраться? Ты хочешь сказать, что мама никогда не говорила тебе о твоей сестре? Значит, не все так просто. Она еще сказала, что чувствует вину, но это понятно. Она чувствует вину, потому что оставила свою вторую дочь в роддоме. И все эти годы не пыталась разыскать? Моя тетя сказала, что она пыталась. И даже нашла. Какая прелесть. Это ты себе купила? Мам, дай поносить. Не трогай. Это ни тебе, ни мне. А кому? Не лезь не в свое дело. Аня, не дуйся. Я обидела одного человека и пытаюсь загладить вину. Теперь я понимаю, что это были вещи для Киры. Как понять, что означают слова мамы про опасность? В словах матери. Только тебе дано разобраться. Тяжело было? В детдоме. Очень. И били, и голодом морили. И на морозе в одной тоненькой курточке бегала. Прости. Тебя-то за что? Расскажи лучше, как ты живешь. Да, это... Пять лет замужем. Детей не хочу. Но, правда, я сейчас все силы отдаю в работу, поэтому детей нет. В общем, это все мне интересно. Давай лучше про тебя. Получается, мама тебя все-таки разыскала. Да? Петь, знакомься, это Кира, моя сестра. Здравствуйте, Кира. У нас проблемы. Какие? Аня, мне пора, я побегу. Подожди, мы даже с тобой еще толком не посидели. Петь, ты можешь абсолютно спокойно говорить при Кире. Это мой родной человек. Проблема с бухгалтерией. Я чую, а тетя Тома подтвердила. Большие проблемы. Анна попросила Киру помочь ей проверить бухгалтерию компании. Катастрофическое состояние подтвердилось. И Анна решила, что про эту опасность говорила умершая мать. Ну, в принципе, в магазине я работала. Съем знакомая. Это наше спасение. Ты бухгалтером была и в магазине работала. Да, так-то я с 15 лет рабочий опыт имею. А что ты так смотришь? Ну, не выдержала, сбежала из детдома в 15. А есть-то хочется. Так что я и на рынке семечками торговала, и в кафе посуду мыла. Ну, разные времена были. Плохие, очень хорошие. Даже два своих магазина. Я туда на море жила. Правда, партнерка отпопался. Обокрал, на улицу выставил. Пришлось в родной город вернуться. Ну, я как раз и до мамы встретила. Да не переживай ты так. Спасой я твой магазин. Анна стала встречать на улице женщину, похожую на ее умершую мать. Она обратилась к Надежде с просьбой связаться с ее матерью. Слова матери про ошибку и прошлое Анна не поняла, но решила разыскать отца, которого никогда не видела. Отец рассказал, что у Анны есть родная сестра Кира. Анна поняла, что именно сестру она встречала на улице. Во время очередной встречи Анна догнала Киру и познакомилась, наконец, с сестрой. Выяснилось, что мать отказалась от Киры, и та выросла в детском доме. Анна попросила Киру помочь с бухгалтерией и компанией, которую основала мать Анны и Киры. Пап, ну ты чего здесь? Здравствуйте. Разговор есть. Слушай, Анют, мы это, в прошлый раз как-то, ну, расстались холодно. Понимаешь, все-таки ты же кровинушка моя, родная все-таки, правда? Пап, сейчас ты чего про кровинушку вспомнил? Надо было раньше вспоминать. Ну, что ж вы такие, ну, простите вы меня, в конце концов, дурака-то. Ведь Галка, она и тоже переживала. Знаешь, как она, пока она Киру не нашла, пока сюда не привезла. Кирка же у меня жила. У меня. Когда? Ну, как, она целый год. А Галка тебе что-то не рассказывала. Почему к тебе? Почему не к нам? Ну, как, как же она тебе-то объяснить, что она Кирку в роддоме оставила, понимаешь? Слушай, слушай, Анют, ты денежкой не богата, а? Пап, у меня нет налички. Завтра приходи. Отец вчера приходил и сказал, что, оказывается, мать тебя опекала. У отца поселила. А ты говорила, не виделись. Да. Я ее встретила год назад. Когда меня магазинов лишили, я вернулась. Говорила же, к матери. А она меня к отцу лукашу, не щухал, лупу засунула. Но он говорит, что она ей деньгами помогала. Угу. Копейками. Что мне на хлеб и чай не хватало. А она все одно твердила. Я ее позор. А я что? Я живу как могу. В общаге, в комнате. Метр на полтора я учусь. Подожди, ты же говорила, что у тебя все хорошо. А что мне говорить? Про тараканов и плесень душевой? Стыдно мне. Сестренка, прости. Давай ты к нам переедешь, а? К нам с Петей. Мы же семья. Спасибо, Ань. А и ты бы это, тетя Тамаре бы уже не доверяла, а то у нее голова не та. Анна уволила тетку и оставила главным бухгалтером сестру Киру. Она чувствовала вину за то, как мать обошлась с сестрой. Анна надеялась, что они с Кирой спасут семейный бизнес от разорения. Сегодня из налоговой звонили. Проверка скоро. А у нас пока все еще плохо. Я тоже говорила, мы справляемся. Я же не знала, что из налоговой так быстро нагрянут. Боюсь, как бы эта проверка нас до банкротства не довела. Подожди. Нет. Компанию по суду признают банкротом. Остатки денег заберут в счет уплаты долгов. Ты не хочешь сейчас вывести деньги на левые счета? Это незаконно, выводить на левые счета. Ну, значит, останемся без магазина и без денег. Но зато по закону. Да не умею я на левые счета выводить. Схем полно. Могу парочку хоть сейчас рассказать. Что случилось? Мама приснилась. Она на Киру накинулась, а я встала между ними. Она орет на меня, орет. Ты успокойся ты, это просто сон. Она вот и так-то нас разлучила. Мало того, что Кира в детдом встала. Сейчас пытается нас разлучить. Только я слышу, Кира то, Киры сё. На работу ее взяли, к себе поселили. Скоро и ноги мыть начнем. Хватит уже, а? Галина. Галина. Она здесь. Она слушает. Мама. Почему ты мне снишься? Ты при жизни пыталась нас с Кирой разлучить. И сейчас пытаешься? Зачем тебе это? Она говорит. Яблоневая. Два. Что это? Ваша мама ушла. Чего еще я не знаю о своей семье? Мама теперь какой-то адрес назвала. Я уже не знаю, какие... Какие еще тайны могут быть? Не узнаешь, пока не сходишь туда. Анна разыскала нужную улицу и дом по адресу, который передала ей умершая мать через мою племянницу Надежду. Это оказалось отделение полиции. Твоя мать точно этот адрес дала? Да. Подожди, у тебя же друг в полиции есть. Давай мы ему напишем. Пусть он нашу семью пробьет. У них же есть какие-то базы. Вот счет, на который будут переведены все деньги. Подпиши вот эту бумажку и вот эту. О, Кира! Какие люди! Ань, я тебе сообщение пересылал, ты видела? Петь, я еще не смотрела и сейчас. Нужно бумаги подписать. Прислал друг из полиции. Кира Николаевна Самойлова. Дважды была осуждена за мошеннические действия. Что за вранье? Первый раз попала за решетку семь лет назад. На год. Второй раз осуждена за мошенничество в особо крупном размере. На три года. Вышла на свободу год назад. Как раз, когда ты маму нашла. Разыскала, чтобы обокрасть. Галина Федоровна до самой смерти списывала со счета компании крупные суммы. А я-то думал, что за убытки? Тебе передавала? Ну, мне. И что? Да она мне по грубой жизни обязана за то, что бросила. А то, что она там переводила, этого мало. Помню, мама посылки собирала. Какие-то теплые вещи она куда-то возила. Получается, как раз, когда ты сидела в тюрьме. Значит, тебе возила. Давай с самого начала. Когда мама тебя нашла? В детдоме еще. Я думала, она меня забрать хочет. А она мне все передачки возила. Ну, я ее послала куда подальше. Избежала. Потом из тюрьмы написала. Она прибежала. Второй раз села. Она опять объявилась. Вот тут ты и решила. Она вернет мне все, что должна. А то мама умерла, и ты решила меня обокрасть. Кира, ну, я тебе что-то сделала. Я даже не знала, что ты существуешь. Зато я знала про тебя. И, знаешь, все думала. Вот почему не тебя бросили, а меня? Почему ты с ней живешь, а не я? Поэтому ты мне должна теперь пожить. Все, убирайся отсюда. И магазин будет моим. А ты будешь с протянутой рукой ходить. Ничего я теперь не должна. Ты ненавидишь. Пошла вон. Только после смерти матери Анна узнала семейную тайну. Она убедилась, что ее сестра Кира нашла ее только ради мести. И была благодарна матери за то, что та уберегла ее от беды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok